Здравствуйте! С вами Данил Букреев и в этом маленьком видео уроке, так сказать, я хочу вам рассказать о том, зачем мы подтверждаем заказ, что это значит и что мы получаем взамен от продавца, так же как и он. И если вы смотрели мои предыдущие видео уроки, то вы знаете, если подтвердить заказ, то спор мы открыть не сможем уже, то есть деньги будут переведены продавцу, но в нашей ситуации я буду просто подтверждать заказ, то есть если вы хотите узнать подробно о спорах, вы можете посмотреть видео мое о спорах. Но сейчас мы с вами подтвердим заказ и я покажу, как мы это делаем. Мы получили вот этот товар с вами, то есть я получил, я его проверил, я всем удовлетворен, мне все нравится, я нажимаю, я вам переведу на русский, чтобы было понятие, подтвердить заказ получения, ну что заказ получен, соответственно. Меня все устраивает, качество товара, все и скорость достатки была сверх быстрая, поэтому я нажимаю подтвердить полученный заказ. Здесь, как вы видите, мой заказ. Open Disput мне не нужно, то есть я доволен всем. Если я не буду подтверждать заказ, через 24 дня деньги автоматически переведутся продавцу. Но я всем доволен, поэтому я не хочу тянуть с этим, диспут я открывать не хочу, и поэтому я выбираю галочкой тот товар, который я хочу подтвердить и нажимаю. Соглашаюсь. Здесь мне предлагают оставить отзыв. Я абсолютно доволен всем, поэтому ставлю все оценки хорошие. Это просто работа продавца. И здесь, перейдем на русский, здесь мы указываем оценки в таких графах. Например, как насколько точно было описание продукта. Продукт был абсолютно такой же, как и описание. Насколько вы были удовлетворены общением с продавцом. Продавец отвечал мне быстро и все прошло нормально. Как быстро продавец загрузил деталь. Ну, тоже очень быстро это, как вы знаете, этот чехол. Если вы смотрели мои видео-обзоры, это рекорд скорости за 11 дней, я его получил. И здесь вы просто оставляете свой комментарий. Я это делаю с помощью переводчика Google. И напишу такой комментарий. Рекорд скорости доставки. Очень хороший продавец. То есть, продавцу будет приятно. И все другие люди увидят мой отзыв. Нажимаю обратная связь. И могу поделиться своей покупкой в Facebook, в Twitter, в ВКонтакте. Ну, я этого не очень хочу делать. Поэтому я еще вам покажу менеджера обратной связи и мою обратную связь. То есть, оказывается, что оставляем обратную связь не только мы. Вот. Мы ожидаем обратной связи от этого продавца. То есть, продавец тоже нам оставляет обратную связь. Вот. Вы видите, что я оставил. И тут будет то, что оставил продавец. Здесь вы видите мои покупки, которые я покупал. И, как вы видите, везде практически я оставлял хороший отзыв. И, как вы видите, здесь я только оставил плохой отзыв, потому что посылка эта и не пришла ко мне. Вот профиль моей обратной связи. Вот то, что я оставлял продавцам. И то, что отвечали продавцы мне. То есть, вы так можете следить за своей обратной связью. Плюс, здесь есть ваш рейтинг. Как и у продавцов, у покупателей есть свой рейтинг. То есть, покупатель тоже может быть плохим и может быть хорошим. Соответственно, здесь все понятно. То есть, если будет от 100 до 199 заказов, будет 4 медальки и так далее. В идеале нужно получить корону. 20 тысяч заказов. Ну, не так легко. Ну, вот, в принципе, все, что я вам хотел рассказать в этом уроке. Подписывайтесь на мой канал. До следующих видео.